Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Мы встречались с губернатором 7 февраля Я ввел его в курс То есть историей, которая происходила с музеем Рассказал о значении Этого музея, о том, в каком здании он Располагается, кто был такой Яков Алексеевич Прозоров Чем он был знаменит в Вятке И вот Мы договорились, что обязательно Садимся на базе этого музея И вот 7 марта такая встреча у нас состоялась Губернатору показали музей, он посмотрел. Он впервые был? Да, конечно, впервые посмотрели, посмотрел. И потом мы, так сказать, за круглым столом обменялись теми мини, которые хотели довезти до него. Там были люди разные, представители прозоровского общества, люди, которые создавали этот музей, неравнодушные. Но в конце концов результатом всего этого стало то, что договорились о том, чтобы здание это было действительно расселено. Оттуда бухгалтерия, министерство должно уехать. А министерство образования? Да, министерство образования. Значит, после этого будет ремонт этого здания. Нам хотелось бы его привести в то состояние, в котором передал Прозоров городу вот это здание под образовательные нужды. Ну и, в общем-то, там дальше разворачивать новые экспозиции музея. А что значит ремонт, чтобы привести в то состояние, в котором оно было, это здание при Прозорове? Что это придется сделать? Дело в том, что там здание обветшало. Его надо просто привести в состояние, хотя оно очень крепкое, стены очень крепкие. И специалисты говорят, что если его отремонтировать, то оно еще 200 лет стоять будет, не задумываясь. Но для того, чтобы это сделать, надо, наверное, спланировать эти работы, разработать проект некий. И заменить системы отопления, освещения, окна, двери. Капитальный ремонт произвести. Да, то есть много там чего нужно сделать, но чтобы не испортить все же это, это должны делать специалисты. И в то же время действительно здесь, в общем-то, оставить тот дух, который вот там как бы царит. Ну и губернатор высказал очень интересную идею создать на базе этого музея некую площадку для вот таких встреч, контактов, обмена мнениями и так далее. И вот я потом уже подумал, что вот сейчас создали учительский клуб, так называемый клуб учителей. Ну а почему бы здесь, вот в этом историческом здании, которое всю жизнь свою или большую часть своей жизни служило образованию, не дать возможности создать вот такую площадку для встречи учителей. Это было бы, наверное, интересно. То есть не в кабинетах правительственных? Да, конечно. А вот здесь. А на другую территорию. Свобод. Ведь что такое клуб? Это клуб, это площадка, на которой свободно идет обмен мнениями, где люди высказывают свою точку зрения свою. И вот это было бы интересно. А кто возглавляет у нас вот этот клуб учителей? Ну я знаю, что только его создали на базе Института развития и образования, а кто его возглавляет, я не знаю. А Институт развития и образования как раз на Кирпичной улице, куда мы его сидим. Да, как раз на Кирпичной улице, да. Да. А на что все-таки отреагировали власти, Анатолий Михайлович? На что они отреагировали? И почему пришлось ждать прихода губернатора для того, чтобы ситуация изменилась? Я тоже над этим думал. Я думаю, что здесь просто, ну если грубо сказать, неумное решение было принято. И если бы люди вовремя одумались, и тем более туда ходили, встречались и с министром, и с заместителем представителя правительства, многие люди разговаривали, говорили о том, что вы делаете неправильно. Если бы эта точка зрения была бы, так сказать, выслушана и принята, то, наверное, не надо было доверить до крайности. Не надо было губернатора тащить, извините за такое выражение, в музей, с тем, чтобы доказать, что это дело, которое нельзя ни в коем случае потерять. Ну вот, все же мне кажется, что здравый смысл и, прежде всего, так сказать, точка зрения губернатора, она все же возобладала правильным отношением. Что он говорил? Я не была на этой встрече. Что говорил Игорь Васильев? Потому что то, что говорил господин Курдюмов и госпожа Рысева, мы все знаем. Нужно разместить бухгалтерию. Бухгалтерии разрастаются. Их нужно размещать. Несколько лет назад также бухгалтерию правительственную разместили в бывшем здании, где размещалась на перекрестке Свободы и Красноармейской, где размещалась станция ЮНАТОВ. Теперь у нас ни одной станции ЮНАТОВ не осталось. Ни одной теплицы, похоже, тоже. В бухгалтерии все растут и растут, и все занимают здания в центре города. Нужно было отводить такие здания. И говорил тогда, по-моему, Дмитрий Саныч, что все хорошо, помещения приспособлены, вот на Кирпичной улице есть хорошее помещение. Почему все-таки, почему губернатор услышал, и что его за дело, и почему он понял, что нужно оставить музей в центре, в историческом здании? Причем полностью. Сказать, почему это, я не могу. Нет, не говорил. Ну, да. Но, по крайней мере, то, что человек принял такое решение, это уже о многом говорит. То есть человек понимает смысл, суть, и это очень важно. А для вас-то вот все-таки, для вас, Анатолий Михайлович, суть вот того, что произошло, она в чем заключается? Что важно, что гражданское общество победило и отстояли это здание? Я такими матерями, конечно, не рассуждал. Для меня было важно то, что, понимаете, музей почти 25 лет. Он работал. Он работал с детьми, работал со студентами. Он какие-то давал импульсы и посылы для того, чтобы молодежь наша шла в педагогическую профессию. Наконец, мы знакомились с историей нашего авиатского края. И вдруг сегодня все это оборвать? Ну, это же неправильно. Мы хотя бы узнали об этом музее, честно вам скажу. Я в нем ни разу не была. До этого случая не было. Ну, дело в том, что, видите, денег, когда мы создавали его, денег было очень мало. И, по сути дела, все экспонаты, которые там более трех с половиной тысяч сейчас экспонатов, оказывается, в хранилище музея находятся материалы 460 вятских педагогических династий. 460 вятских педагогических династий. Если их выставить все и показать, это же просто гигантский материал. И вот когда губернатор об этом рассказали, конечно, его тоже это зацепило, видимо. Поэтому не случайно он и говорил, что нужно вот на этой площади организовать некую, так сказать, площадку. А потом ведь, когда мы говорим о том, что необходимо вернуть уважение к профессии педагога, да, сохранить историю и вернуть уважение, то вот сам факт выселения музея педагогической истории... Да, о многом говорит. ...показательный. И, кстати, об этом мы тоже говорили с губернатором, и он разделяет эту точку зрения. Стоит ли нам успокоиться? Нет. Стоит ли нам принять такие выводы, да, такую позицию, что вот теперь это такой показательный пример, и уж больше никогда бюрократы не поднимут руку, не найдя музею. Я думаю, что вот насчет музея точно успокаиваться нельзя, потому что еще предстоит очень многое сделать. Насчет этого конкретного. Да, конкретного музея, вот этого. Я еще раз говорю, что там нужно отремонтировать, там дальше, дальше, дальше нужно много чего сделать. Поэтому вот это только, я думаю, что первый шаг, который мы сделали, а дальше, в общем-то, работы будет очень много. Очень много у нас зданий, на самом деле, в центре города, которые в свое время были использованы как музеи. Например, вспомню тоже конскамеру, которую теперь, я вообще не знаю, где она. Ну, ее куда-то переместили, в какой-то другой музей, по-моему, в Краевический или еще куда-то. Честно говоря, я тоже не скажу. Непонятно, нигде сама композиция, и это здание стоит, пустует и ветшает. И таких зданий в центре города очень много. Вот недавно приезжал к нам, еще в Кировской области находится Павел Гнилорыбов, историк, консультант Минстроя Российской Федерации и правительства Московской области. Он тоже краевед. Он, так же, как Антон Касанов, делает экскурсии по Москве. В общем, глубоко сейчас изучает регионы именно. Он говорит, и до этого приезжали еще федеральные эксперты, которые тоже говорили о развитии городов. Говорит, что Киров еще может спасти свое историческое наследие в центре. Еще может. Но вот пока что прецедент с музеем образования, это единственный прецедент, когда удалось оставить именно музей практически в музейном здании. Здесь можно пошире немножко раздлинуть. Дело в том, что мы двигаемся к 650-летию Вятки. И вот этот квартал как раз от Володарского до Карла Маркса, это все старинные купеческие особняки. И вот на встрече мы как раз высказывали точку зрения, что нельзя ли нам с вами подумать и возродить вот это в том виде, в первоначальном виде. Вообще освободить всю улицу Московскую до вечного огня и сделать ее пешеходным, как это было в 80-е годы, попытка такая же делалась у нас. И в принципе это губернатору тоже донесли. И поэтому вот сейчас, когда там немножко остались, мы обсуждали эту ситуацию. Есть заинтересованные люди, которые готовы уже представить проект вот этой всей зоны. Ну, посмотрим, может быть у нас что-то получится. Заинтересованные люди вы кого имеете в виду? Историки или инвесторы? Нет, там были только те, кто занимаются краеведением, те, кто, так сказать, создатели музея, в том числе и Валерий Иванович Федяев был. И он, так сказать, высказывал свою точку зрения. Поэтому от того, насколько мы будем активны, настолько будет двигаться дальше вся эта ситуация. Мы прервемся сейчас на полминуты. Напоминаю, что это особое мнение депутата ЗАГС-собрания Кировской области Анатолия Чурина. Продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Особое мнение сегодня высказывает советник губернатора по вопросам образования, депутат Кировского ОЗС Анатолий Михайлович Чурин. И специально Анатолий Михайлович подчеркнул, что вы являетесь советником губернатора по вопросам образования, потому что наш губернатор Игорь Васильев совершенно в недавнее время возглавил рабочую группу по образованию при Госсовете Российской Федерации. На самом деле наши чиновники вошли в три рабочие группы. Это экономика, медицина, здравоохранение и образование. Что касается здравоохранения, понятно все, потому что Дмитрий Александрович Курдюмов много чего сделал за два года, есть образцовые показательные программы. А что касается комиссии по образованию, то немножечко было удивительно, потому что кроме опорных школ, что тоже серьезный большой процесс, конечно, и строительство детских садов в последнее время, изменения в самой системе образования, какие-то такие другие акценты, появление уникальных методик или поддержка уникальных школ, или что-то такое, в нашем регионе, на мой взгляд, не прослеживалось. Тем не менее, у меня есть подозрение, что вас как эксперта все-таки Игорь Владимирович наверняка призвал к тому, чтобы посотрудничать в этой деятельности. Ведь откуда-то надо брать какие-то основы, которые обсуждались бы на этих рабочих группах. Как работает сама такая рабочая группа, представления не имея. Но вот у меня есть такое подозрение. Подтвердите вы? Дело в том, что он рассказывал мне о том, что он стал руководителем вот этой группы. Ну, а вот интересно, вы подняли такую проблему, а почему именно Вятка и Вятский губернатор стали во главе вот этой группы? Мне кажется, что все же в центре сохранилось еще те знания о Вятском образовании, поскольку до 2015 года, поскольку я работал до 2015 года, я могу судить о том, что наше образование было одно из лучших в стране. И именно по качеству, а не по инновациям, методикам и так далее. Или технической базе. Да, мы не можем говорить о том, что всякая инновация приводит к улучшению. А вот создать систему, которая бы работала и воспроизводила качественное образование, вот эта ситуация в Вятске была, и в Кирове была, в нашей, так сказать, Кировской области. Поэтому может быть с этой стороны причин. Может быть были еще какие-то причины, но это сегодня уже, так сказать, не суть важно. Важно, что это уникальный, в общем-то, случай, уникальные возможности для нас, в том числе, я считаю, использовать вот то, что губернатор стал руководителем такой группы по образованию, и продвинуть в какой-то степени, может быть, те идеи, эти, в общем-то, заделы, которые у нас были или есть. Так что мы с ним разговаривали и договорились о том, что я подготовлю ему ряд предложений. И как он мне сказал, что готовьте самые смелые предложения, я готов пойти на самые смелые предложения. И вот подойти и подготовить. Потому что в тех материалах, которые вот я сейчас изучаю, там есть такой интересный посыл, что вот все эти 10 федеральных проектов, это как бы незаконченные, так сказать, документы, не окончательно оформленные, что они могут меняться, их можно будет, так сказать, корректировать, задачи менять, может быть, и так далее, и так далее. Но вот попытаемся что-то, может быть, сделать. Но попытаемся что-то, может быть, сделать, это так довольно расплывчато. Есть какие-то, например, вы говорите, что мы славились или мы славимся, например, какие предложения? Например, вот я внимательно прочитал весь национальный проект, все те 10 федеральных проектов и программ. И меня, конечно, прежде всего поразило то, что мы собираемся ворваться в десятку лучших стран по образованию, мы совершенно не понимаем, или авторы этого национального проекта совершенно не понимают, а кто будет это делать, кто создаст такой вот рывок, чтобы страна ворвалась в эти 10 лучших стран. А неважно, Анатолий Михайлович, денег сейчас на национальный проект ухнут, делаете? Да вот как раз и не ухнули. Вот это в чем? Не ухнули. Потому что по самым скромным просчетам образование в стране финансируется лишь только наполовину от потребности. И даже я нашел, даже Кудрин, вы знаете, такой Кудрин, он и то требовал для того, чтобы этот нацпроект финансировался еще на 1 триллион рублей больше, чем сейчас. То есть он просит денег. Кузьминов, это ректор вышки, он тоже просит добавить денег, но денег не добавили. Денег добавили на 21%, как говорит Васильево, но это очень мало. Так вот, я вернусь к тому, что я начал. А кто будет все это осуществлять? Осуществлять должен учитель. Только учитель может повысить качество преподавания, и за счет этого пойдет рост качества всего образования. Но про учителей, к сожалению, сказано только одно, что нужно повышать их квалификацию и создать такую национальную систему роста профессионального. И то 50% только учителей вот за эти 6 лет. Ну, я не знаю, что имеется в этой ситуации, хотя ситуация у нас, честно говоря, патовая. Вот здесь недавно я беседовал с несколькими директорами наших крупных школ, одних из лучших школ. Понимаете, у нас уже оказывается больше 50% учителей – это работающие пенсионеры. А к чью же квалификацию мы будем повышать? Добиваться, так сказать, повышения их уровня преподавания, если эти люди могут завтра уже, так сказать, и не работать. Поэтому надо не этим заниматься. Нужно подбирать на учительские специальности молодежь, причем самую достойную молодежь. И второе, вот на что я очень обратил внимание, это то, что мы, опять же, совершенно не используем опыт зарубежный. Ведь есть сегодня зарубежный прекрасный опыт, который позволяет говорить о уже попробированных методиках, о попробированных шагах развития образования. Я вот в свое время еще читал, в 2008 году вышел доклад двух английских ученых экспериментаторов, исследователей Барбера и Муршеда. И они тогда уже говорили о том, что если только три вещи взять – это подбирать учителей из самых достойных выпускников школы, если постоянно развивать их уровень квалификации и мастерства, и если дать каждому ученику талантливого учителя, то можно считать, что система образования выйдет в лидеры. У нас этого, к сожалению, ничего и пока нет. И вот надо сегодня-то как раз бы заниматься этим. И я считаю, что... А не поздно, Антон Михайлович? Если мы получили дыру, а мы ее получили, у нас разрыв между молодыми кадрами, которые сейчас учатся в институтах, и теми, кто нес вот это знание и несет еще, о котором вы говорите, которым мы славились, гигантские. Ну, дело в том, что нет ничего поздно. С чего-то начинать надо. Вот было бы обидно, если бы эти снова 6 лет опять, как вот, та дыра ушла, ушли никуда. И мы ничего бы не сделали. Вот это страшно. Но вот смотришь на все то, что там написано, и на самом деле пытаются люди просто, как бы, так сказать, вот остаться на том же уровне, ничего не поменяв, но написав массу красивых документов. Я почему сужу? Это как водится у нас, конечно. Вот нарисовали сейчас очень интересную, так сказать, задачу, или цель даже не задачи, а цель, войти в эту десятку лучших стран по образованию. Но когда начинаешь внимательно смотреть, к чему они призывают, оказывается, есть три системы, международных системы оценки качества знаний. Это ПИРЛС, ТИМС и ПИЗА. Так вот, по ПИЗе и, по ПИРЛСу и ТИМСу, ПИРЛС это, извините, я не путаю, ПИЗА это грамотность в начальной школе, ТИМС это математическая грамотность, а ПИРЛС это умение учащихся пользоваться знаниями на практике. Так вот, по двум, ПИРЛС и ТИМС, мы, ПИЗА и ТИМС, мы уже в десятке лучших стран. К чему мы стремимся-то? А вот по ПИРЛСу мы должны поработать, как бы, еще немножко. Но, фактически, задача-то ставится очень не такая, не амбициозная. Мы уже достигли, по сути дела, большинства из тех показателей, которые там пытаются достичь. Поэтому нас, мягко говоря, ну, водят за нос. И вторая задача – воспитать достойного гражданина страны и так далее. Но упор делается на дополнительное образование. Вот эти сириусы, эти кванториумы. Кадетский класс. Чем больше будет охват дополнительным образованием, тем мы считаем, что дети будут воспитаннее. Да это неправда. И совершенно нигде не говорится о том, что дети должны, прежде всего, счастливы быть. Счастливы, чтобы они могли, так сказать, не бредить по ночам, так сказать, от этой школы, извините, чтобы их психика не нарушалась. Они не хотели бы взрослеть раньше, чем обычно. И не бежать из школы, а для этого ничего не делается. Вот беда в чем. Поэтому вот здесь, конечно, очень много возникает вопросов. И что из этого всего получится, я не знаю. Поэтому я для губернатора предлагаю несколько таких вещей. Первое – предложить правительству усилить, государству усилить влияние на образование. Но для этого нужно изменить, как бы, так сказать, объемы финансирования. Вот по таким скромным просчетам нам нужно, чтобы в стране образование финансировалось на уровне 5% от внутреннего валового продукта. А сейчас 1,8. Сейчас 3,6. 3,6. А надо, чтобы 5, не менее 5. Вот тогда, тогда мы что-то можем, как говорится, еще исправить ситуацию. Дальше. Второе. Вот действительно нужно воспитывать гражданина, достойного гражданина. Но именно гражданина счастливого, думающего, творчески мыслящую личность. А у нас было прямо противоположно. Помните, Фурсенко говорил, зачем нам мыслящие, зачем нам думающие, зачем такие творческие личности? Нам нужно воспитывать потребителей. Так вот, похоже, что, как говорится, ничего не поменялось. Дальше. Нам нужно обязательно увеличить количество учителей. Хотя бы, по крайней мере, вот за эти 6 лет, хотя бы процентов на 30. Потому что учителей, как вот Васильева недавно заявила, у нас не будет в ближайшие годы хватать около 200 тысяч человек. Так если этого не ставится, эта задача не ставится, тогда их и не будет. Но для того, чтобы в учителя пошли, по крайней мере, нужно сегодня изменить совершенно подход к их статусу. Социальный статус должен повышаться. И прежде всего начинать нужно с молодежи. Вот изучая опыт разных стран, причем интересный очень опыт, во всех государствах, которые добились успеха в образовании, существует очень строгий отбор молодежи на профессию учителя. То есть в Финляндии, например, только из 10% лучших выпускников школы предлагается пойти на профессию учителя, учиться на профессию учителя. Финляндия славится самыми придовыми. Да, Финляндия сегодня одна из ведущих стран в образовании. Так вот, только каждый десятый лучший выпускник школы может пойти учиться. Но это не значит, что он пойдет еще работать в школу, потому что он должен еще закончить университет, получить магистрскую степень. И все учителя в Финляндии сегодня имеют магистрскую степень. В том числе и воспитателей детских садов, причем две даже степени, одна по педагогике, другая по предмету, по выбранному. И тогда, только лишь после этого, их направляют работать в школу, и то с ними заключается контракт, и если в течение трех лет они не справляются со своей задачей, их просто от них освобождаются. Вот такая жесткая система. И сегодня все учительство Финляндии, это лучшее, одно из лучших, так сказать, элит. Потому что она растет народ. Да, они растут народ. И вот самое-то главное. И еще один очень важный момент, на который обращает внимание весь этот национальный проект, что страна по-прежнему отказывается от очень важной идеи. Вот если вы помните, в середине 80-х годов была очень широко развернута кампания по пропаганде работы учителей-новаторов. Вот там Соловейчик был, помните, педагогика сотрудничества и так далее, и так далее. И мы потом все это свернули, и все это ушло. А вот финны, они на самом деле сотрудничают. У них сотрудничество в разных проявляется направлениях. И это школа, и это учителя. И, собственно, очень важно, что в Финляндии запрещена конкуренция школ. Там нет рейтингов школ, как это у нас. То есть мы пошли опять по тому неправильному пути. Да, и финансирование школ у нас зависит от рейтинга. Да, и финансирование школ от рейтинга. Вот сейчас здесь даже вон у нас в области придумали эту ситуацию. Лучшая школа финансируется по одному, а худшая по другому. Еще лучше у нас придумали. Если поступают в ВУЗы, которые не кировские, режут финансирование, а поступают в кировские. Это уже совсем глупость полная. Так вот, видите, насколько подход совершенно разный. То есть там думают о детях, там думают о том, чтобы они развивались. И очень посыл интересный для меня, например, учат не для того, чтобы оценить, а для того, чтобы, так сказать, научить чему-то, правильному научить. Научить жизни, прежде всего, самостоятельности в этой жизни. И многое из того, что потребуется в жизни. К сожалению, наше образование этого, так сказать, не имеет пока. И вот надо менять очень многое в этой системе. А мы вот видим в этих федеральных проектах совершенно другую картинку. Я совершенно не понимаю, зачем в национальный проект вводить в федеральный проект увеличение количества иностранных студентов. Какое отношение имеет это для нашего образования, не знаю. Не могу понять. Ну, если хорошее образование, они сами приедут. А если специально делать, просто завлекать сюда студентов иностранных, ну, это немножко другое. Поэтому вот очень много вопросов возникает. И, наверное, надо по-другому сегодня смотреть. Вот очень большая проблема с заработной платой. Прервемся на этом моменте. И как раз про деньги и учителей поговорим после короткого перерыва. Хорошо. Особое мнение на 101FM Да, действительно, эта программа «Особое мнение». Его сегодня высказывает Анатолий Чурин, депутат Законодательного собрания Кировской области и советник губернатора по вопросам образования. Мы говорим, конечно, об образовании и говорим об учителе. И заговорили, естественно, мы обсуждаем национальную программу, поскольку Игорь Васильев, как выяснилось в нашей программе, попросил Анатолию Михайловича экспертное мнение высказать, аналитическую записку написать. И вообще предложение свои через Игоря Васильева выносить на рабочую группу при госсовете, которую губернатор наш возглавляет. Даже самые смелые, сказал Игорь Владимирович, предложения. Но все касается зарплаты, о которой вы заговорили до перерыва, это не самое смелое предложение, если мы говорим про Кировскую область. Понятно, очевидно, что зарплаты должны расти у учителей, они не очень сильно растут. И особенно обидно, Анатолий Михайлович, что когда нам говорят о средней зарплате в Москве, которая уже давно достигла 70 тысяч, средней зарплаты учителя, и ты вспоминаешь, какие зарплаты учителей в Кирове и в Кировской области, как-то совсем грустно становится. И очень даже не верится, что благодаря любым программам как-то уравняется, вот вы говорите, в Финляндии равенство между всеми школами, а значит равенство в зарплатах учителей, в условиях и так далее, и так далее, и так далее. У нас же один этот разрыв ставит, мне кажется, вообще крест на все. Вообще-то у нас нарушается очень важный принцип, за равный труд должна быть равная оплата. У нас же сегодня, как вы знаете, заработная плата по регионам, в том числе и учительству, она совершенно разная. А труд учительский, он одинаков везде. То есть вот надо сломать этот принцип, надо вернуться к исходному принципу, когда за равный труд нужно платить равную заработную плату. Более того, сегодня говорят о том, что у нас средняя заработная плата, где-то в пределах по нашему региону 24 тысячи рублей. Есть сегодня, конечно, гораздо больше, возьмите в Югре, Ямало-Ненецкий национальный округ, Москва, Санкт-Петербург, но такого быть не должно. Давайте мы сегодня установим. Исторически сложилось так, что ставка учительская 18 часов. Вот за эту ставку нам нужно определить такой размер оплаты, которая бы устраивала, прежде всего, молодого учителя, начинающего. Я вот считаю, что должно быть не менее трех минимальных сегодня зарплат. Это вот сегодня 11 280 рублей. А дальше нам надо определяться, сколько мы платим ему за проверку тетради, за заведование классным учебным кабинетом, за, допустим, классное руководство и так далее. То есть средняя зарплата сегодня учителя по стране, особенно стажиста, на мой взгляд, я считаю, не менее 70 тысяч рублей должна быть. Как Москве. И это очень мало. Вот я посмотрел в Люксембурге. Что такое Люксембург? Я думаю, что многие знают. 10 тысяч евро получает учитель. Германия. А почему мы не должны сравнивать? Сейчас послушают вас, Антолий Михайлович, говорят, что вы Люксембург. А почему мы не должны сравнивать? Почему? Страна богатейшая. Мы почему должны равняться на Кению? В Кении 450 евро. И у нас 450 евро. Раз уж мы заговорили о том, что поставлена задача в национальном проекте войти в десятку стран, тогда войти и тут вы это имеете в виду. Конечно. Ну а как же? Почему мы должны... Извините, почему тот же учитель, который должен сделать рывок, он опять остаться нищим должен? Почему? Почему в Германии 6 тысяч, в той же Финляндии 3 900, во Франции 2 200 евро, а у нас 400 евро, извините, если переводить на наши деньги. Так такая же зарплата и в Кении, и в Африке. Вот на каком уровне сегодня находимся. И мы говорим, что мы ворвемся в десятку лучших. Но это же смешно. А потом, зачем ставить эту задачу, эту цель для себя? Сначала вы создаете условия для развития, а потом она сама, эта задача решится, как говорится. А мы сегодня сразу нет. Давайте так, рванем туда. Есть опасность нарисовать показатели. И нарисуют, я думаю, что без вопросов. И нарисуют. Ну вот смотрите, есть ведь хорошая история. Буквально в ближайшее время будут парламентские слушания большие. Это с сайта Госдумы я буквально вчера взяла. О том, что программа «Земский доктор» будет перенесена как в программу «Земский учитель». То есть уже учителям будет подъемное 1 миллион рублей за то, что они едут на село работать. Вот это хороший показатель, перспективная история? Я считаю, что это холостой выстрел, как и было в свое время. Ведь в свое время было по 500 тысяч рублей давали тем ребятам, молодежи давали, правда, которые ехали на село. У нас был пример, кстати, в Кировской области. Нам приехали из Самары молодая пара, которые приехали в село, в Сенегорье. И они там, в общем-то, устроились, им предоставили жилье, там хорошая очень школа сельская. Но они проработали до апреля месяца. А потом сказали, что мы уедем. Почему уедем? Потому что они не готовы были для работы в школе. И они уехали. И сегодня, если даже возьмем стажиста, ну, я не знаю, какого стажиста взять. Если стажист, он, наверное, уже оброс на каком-то месте. И сорваться ему, и поехать в село никуда, это сложно, во-первых. Ну, даже если он приедет, ему надо купить будет жилье. Вот этот миллион, я думаю, что он сразу уйдет туда. А дальше что? При той зарплате, которая сегодня в селе, 8-10 тысяч рублей, у него никаких средств не будет к дальнейшему развитию и существованию. Поэтому это обман. Это очередной, так сказать, вброс для тех людей, которые, может быть, не совсем понимают, что это такое. А вот для практиков, для тех, кто непосредственно занимается образованием, я считаю, что это ничего не дает. И, во-первых, эти училия... А вот тогда такой вопрос, просто, чтобы далеко не углубляться. Как вы считаете, если бы программа «Земский учитель» распространялась бы на, например, учителей предпенсионного возраста, которые могли бы переехать на село, они имеют большие опыты, купить себе дом, очень многие мечтают люди в этом возрасте переехать за город на свежий воздух, купить себе дом, преподавать, и, выходя на пенсию, уже получать пенсию, да еще и сельской надбавкой. А не получите, потому что сельская надбавка... Ну, 30 лет ты должен проработать точно. Не менее 10 лет. Не менее 10 лет надо проработать. Да. А потом сегодня эти все надбавки, по сути дела, уже ликвидированы. Так что ничего ты не получишь. Но, тем не менее, для вот этой категории учителей это было бы замачиваю. Это вот идея, нисколько, потому что не спасает она ничего. Бесполезная история. Надо планомерно наращивать привлечение молодежи. Если этого не будет, то не будет ничего. Увеличивать количество учителей. Вот та же история, что касается и детских садов. Мы, естественно, оттолкнулись от темы, когда, вы помните, была арестована под камеры... Заведующая 41-го. Это другая история. Да, я сейчас про заведующий садик в 41-м, который устроила для того, чтобы принять на работу незастающие кадры детей этих воспитателей в свой детский садик. И чуть ли не была с позором изгнана с своей должности. Потом, правда, опять же, одумались под давлением общественности, видимо, и оставили этого специалиста. Но выяснилось, что в одном только городе Кирове не хватает более 50 сотрудников детских садов. Это неправда. Их гораздо больше. По моим просчетам их не более. Вот сейчас открывается 6 детских садов, и я думаю, что надо не меньше 150 воспитателей дошкольных групп. Но то, что сегодня наши заведующие работают в таких условиях, это вообще героические условия. Сегодня, по тем информацией, которой я владею, во многих детских садах на группе работает всего один воспитатель. Представляете, 12 часов в день работает с группой вот этих малышей, за которыми надо не просто с ними, нужно постоянно заниматься. Их, по крайней мере, хотя бы даже, как вы говорили раньше... Нет, а детский садик – это образовательное учреждение. Да, их надо образовывать. Но в то же время соблюдать технику безопасности и прочие вопросы охраны жизни и здоровья. И как все это одному успеть? Это очень сложно. Я не знаю, как они еще выживают в этих условиях. И поэтому я губернатору предлагаю не просто два воспитателя, которые сейчас полагаются, а надо четыре воспитателя, чтобы они работали два в первую смену и два в вторую смену. Как это было, ну, раньше было по одному воспитателю, но был еще помощник воспитателя и так далее. Сегодня никого не стало. И раньше была даже льгота для тех работников, которые работали в детском саду, что они могли устроить вне очереди своего ребенка. Сейчас это убрали. Ну, то есть делается все не для того, чтобы улучшить, а для того, чтобы ухудшить. Но ведь это же вызывает беспокойство родителей. Вот отдать ребенка своего на целый день и зная, что там, так сказать, все висит на волоске. А как это будет выглядеть? Вот я удивляюсь, кстати говоря, насчет беспокойства родителей не совсем тут с вами соглашусь. Потому что пока что на пикеты выходят только родители, которые говорят, дайте нам места в детских садах. И при этом, вы совершенно правы, открыто шесть новых детских садов. В этом году еще будет несколько построенных. Да, четыре еще плюсом. И в отсутствии кадров полное. Кому вы отдаете своих детей, возникает у меня вопрос. Возникает такой вопрос. Но у родителей почему-то он не возникает. Ну, я не знаю, почему родители, так сказать, не реагируют на такие вещи. Но это очень серьезный вопрос. И поэтому он рано или поздно, как говорится, ружье, куда висит, он все равно выстрелит. Так что и тут может выстрелить. Не дай бог, конечно, но тем не менее. Вот поэтому надо сегодня серьезнейшим образом наниматься прежде всего кадрами. И если бы вот этот национальный проект был построен только на одной задаче, воссоздать учительство в современном виде и очень квалифицированно подготовлено, мы могли бы поклониться вот этим создателям этого проекта. Оно бы само все сделало. Да, само все сделало. И не надо ничего придумывать. Потому что все, что придумаешь, это все уже было. А вот если учитель будет и воспитатель, то все будет в идеале. Ну, вот с детскими садиками, конечно, большая проблема. Я думаю, что мы вернемся к этой теме в этом году однозначно. Ну, я думаю, что по концу года все это быстро покажем. Потому что кого привлекает сегодня дошкольная группа в качестве воспитателей? Девочек, которые еще не закончили школу. Те, которые, так сказать, учатся в УПК еще и многих других. Поэтому это очень рискованно. Во-первых, от них отдачи не будет никакой. А дальше, в общем-то, серьезный вопрос. Да, и на этом мы закончим нашу программу сегодняшнюю. Это была программа «Особое мнение». И его высказывал сегодня Анатолий Чурин. Всем хорошего дня.